2015 год будет сложным, прогнозируют политологи, социологи и экономисты. Какие тенденции уже проявились, на чем необходимо сконцентрировать внимание. На совещании главы и правительство Чувашии проанализировали итоги января. Индекс промышленного производства составил почти 92%, при этом ряд предприятий по-прежнему демонстрирует рост. Снижение по некоторым направлениям, по словам министра экономического развития, связано не с сокращением заказов, а с падением платежеспособного спроса. Особой ролью у нас в падении промышленного производства оказало влияние промотрактор-вагон. Если мы в январе прошлого года отгрузили более 506 вагонов, то за январь текущего года это 45 вагонов только произведено. Это не успокаивает, но по всей стране такая ситуация. И сегодня производители грузовых вагонов начинают выходить и переходить на производство вагонов нового поколения. И здесь ставку промотрактор-вагон тоже делают на новых инновационные тележки, которые проходят сертификации. В сельском хозяйстве наоборот наметился рост. Производство мяса увеличилось до 114%. Производство молока в фермерских хозяйствах возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в личных подсобных хозяйствах темпы далеко не такие высокие. По словам министра Сергея Павлова, сборщикам молока рекомендовано проверять плотность сырья, чтобы платить дифференцированно. Сейчас молоко, закупка от 16 до 19 рублей отлично подсобных хозяйств производится. Конечно, очень низкие у нас закупоченные цены, это Парецкий район жалуется. Кто производит качественное молоко, он может получить и 20 рублей на сегодняшний день, как наши сельхозорганизации получают. Работа с бюджетом в январе шла в нормальном темпе. Собираемость некоторых налогов увеличилась, некоторых упала. И хотя январь не показательный месяц, глава республики напомнил, формирование доходной части – важнейшая задача всех руководителей муниципалитетов. Между тем, в некоторых районах не используют существующие резервы. Положительная динамика поступления отмечена в Бурмарском районе. Доходов от эффективного использования земельных участков 1,9 раза в Чебоксарском районе 1,8, в Марпасадском 1,6. При этом снижены доходы от аренды земельных участков в Маргалужском районе 51,9, в Цивицком 64,3, в Шамуршинском 78,9, в Вебресинском 85,7. Также глава Чувашии поручил держать под постоянным контролем ситуацию на рынке труда. С начала года около 450 человек уволены из разных организаций предприятий. Прогнозируется в освобождении еще 400 работников. Есть сотрудники, которые работают в режиме неполной занятости или простаивают. По предварительным данным, кризисные явления могут затронуть более 30 крупных и средних предприятий и организаций Чувашии. Служба занятости уже разработала комплекс мер поддержки. Это временная занятость работников организации, находящихся под риском увольнения. Временное трудоустройство частными агентствами занятости работников организации, тоже находясь под риском увольнения. В другие организации, опережающие профессиональное обучение и стажировку работников, стимулирование занятости молодежи. Также организации социальной занятости инвалидов. На совещании также обсудили подготовку к межрегиональной выставке «Картофель-2015», которая пройдет 19-20 февраля в рыночном комплексе «Николаевский». Участие в ней уже подтвердили свыше 60 экспонентов, будет организована торговля и при необходимости доставка семенного картофеля покупателям.